Это что? В Екатеринбурге, в исправительной зоне номер 10 строгого режима, посредь бела дня случились разборки. Оперы областного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД под присмотром местных пенитенциариев разобрали бездорожный бумер, на котором дамочка приехала в колониальный автосервис. Что здесь? Девушка, девушка. Есть в некоторых зонах нашего самого пенитенциарного региона России такая опция – подчинять машины штатским клиентам. Работают в автосервисах в основном сидящие уголовники. Леди на БМВ заехала на территорию десятки. Ее болид, естественно, как и все заезжающие в зону машины стали шмонать, но не просто так, а с пристрастием. Дело в том, что это была спецоперация антинаркотических полицейских из ГУМВД. У них имелась оперативная наколка, что на этой бэхе в десятку завезут наркоту. И потому с самого начала опера были настроены на максимально серьезное потрошение бумера. Но как только они увидели, что внутренняя обшивка в багажнике висит на соплях, так сразу поняли, где запретно-плодная собака зарыта. Бросается в глаза, что обшивка неплодна. Ну, пахнет спиртом. Может будем нюхать проверять? Нюхать будете? Прикинь, разлился. Там уже такая... Твою мать, а! Что-то желтенькое было. Гогняк, пятилетний. По концовке разборки бумера на табло высветились цифры. 7,5 литров спиртосодержащих жидкостей. Тут те, как вы видели, и спиртяга, и коньячила. 8 мобильников. Некоторые были прям в сопле, в коробке. 4 пары наушников. 10 зарядок. 1 MP3 плеер. 2 флешки. 6 симок. И что самое главное, заради чего антинаркотическая операция в зоне, собственно, и затевалась. 3 свертка с наркотой. А это уже для автопилотки уголовный состав. Наркоперевозка. Вот это уже не административка. Это уже не административка. Как сегодня пояснили в пресс-службе ГУФСИН, ежедневно в зоны Свердловской области заезжают и выезжают тысячи разных машин. И те, кто едут на автосервис, это лишь малая толика данного могучего автотрафика. Конечно, не все секретики удается обнаружить, даже с помощью нарко-обонятельных собак. И всем известно, что мобильники у зэков за колючкой имеются. Но какую-то часть тайного черного потока удается перехватывать. Особенно, конечно, если точно знать, в какой машине искать. Ищите и обрящите. Стучите и откроют. Ну и как пел классик православного рока Вечник, а наоборот, Кинчев, бойся, проси, верь. Хотя за решеткой пропагандируется совершенно противоположный лозунг, но он ориентирован на человеков, носокамерников, а классик пел о Вечном.